всем привет привет всем отличного настроения сегодня мы с вами смотрим расклад какие три аркана описывают вас сейчас посмотрим на трех разных колодах буду брать полную колоду ну то есть мы не будем смотреть только по великим арканам а по всей колоде и так тайм-коды есть в описании также есть в описании ссылка на мои услуги до где вы можете перейти по этой ссылочке и написать кстати по поводу годовых раскладов до годовые расклады можете делать и заказывать в любое время когда вы захотите то есть не обязательно на новый год можете в честь дня рождения есть годовой расклад начинает работать с того момента как вы его прослушиваете то есть вы можете его весной прослушать можете летом с того момента пойдет год поэтому в любой момент можете обращаться за годовым раскладом для того чтобы понять что будет входить годовой расклад я делала прогноз на 2024 год расклад прогноз так он называется прогноз на 24 год дэма версия не вот там где были комментарии о том что он на одну позицию полтора часа или сколько там был этот расклад всем подходит то есть люди даже не послушали вступление где я говорила что это показательный расклад для того чтобы у вас было понимание какие вопросы я задаю что можно будет услышать в годовом раскладе то есть даже не разобравшись в принципе как всегда бывает то есть как-то спонтанно кто-то включает и не не разобравшись и начинает писать комментарии но это сразу ясно что это залетные птички вот к чему я это все говорила к тому что сейчас мы с вами посмотрим посмотрим расклад какие три аркана описывают вас сейчас я просто смотрю где-то у меня был я какой день сейчас секунду я посмотрю что у меня тут по плану прогноза к мамку ли мы говорим про 22 числа у меня отмечен расклад да общая энергия на 24 год и главные события вот там будет три варианта до 22 января расклад так а мы с вами давайте сразу приступим тему себе отмечу так позиция номер один голубенький камешек 3 аркана значит на трех разных колодах 1 это арканы которые будут описывать вас на колода терра волна ты потом моя любимая колода таро сумасшедшего дома и третья колода без названия и третий аркан так и мы с вами смотрим и так три аркана которые вас описывают сейчас сейчас тот момент когда вы смотрите то есть это может быть не знаю там в любой другой год вот но когда смотрите когда пришел тогда его время когда посмотрел тогда и смотрим как вас описывают восьмерка кубков человек который движется до оставляет что-то позади что-то цель ценное важное то что он уже добился то что его когда-то наполняла то к чему он когда-то стремился но по восьмерке кубков мы понимаем что человек здесь осознает что стагнация приводит к деградации поэтому ему нужно двигаться то есть куда-то он движется сейчас куда я не знаю но мы посмотрим вот именно описание момента сейчас я не буду уточнять вот просто так посмотрим из отшельника да из отшельника выходит человек ой отшельника кури повешенного из повешенного выходит человек да из какой-то ситуации зависшие которая не развивалась то есть нам даже показали на человек двигается дальше здесь как будто бы знаете человек пересмотрел какую-то свою ситуацию жизни либо вообще свою жизнь посмотрел по другим углом и что-то для себя понял принял какие-то решения двигается дальше что он пересмотрел да по повешенному то что не знаю какая-то здесь ситуация которая не не развивалась ситуация которая не удовлетворяла человека даже ситуация как где а у него были все какие-то надежды на то что может быть что-то изменится то есть человек как будто бы желал какого-то развития но это развитие она не наступала это может касаться любой сферы но это было для него важно однозначно это было важно это было ценно потому что восьмерка кубков она всегда указывает на то что человек оставляет какие-то эмоции имеющие ценность для него важность он проживал это с огромной любовью то есть здесь не было такого ну момента какой знаете первой попавшейся ситуации нет здесь человеку больно было это оставлять вот но у него был период у него было время на подумать на анализ он сделал какие-то выводы для себя определенные и решил двигаться дальше так еще в каком аркане да вы находитесь здесь аркан влюбленных да вот видите прям такое я думаю разные моменты пока что видимо показали одну и ту же ситуацию да что человек стал здесь перед выбором то есть он понял он осознал что его эта ситуация не устраивает в таких рамках в таком формате в котором она есть сейчас и с этим надо что-то сделать надо принять эту человек стал на перепуте на перекрестке для того чтобы понять что важно для меня в первую очередь вот что выбрать и вот в этом выборе человека ну он ему дался нелегко человек прошел разные этапы один из этапов пересмотра было жертвование да то есть человек четко увидел где вот в этой ситуации либо в какой-то конкретной сфере да он сам себя ограничивает то есть человеку захотела что-то большее что-то качественное что-то что было бы созвучно ему то есть здесь человек возможно вы раздак мы говорим вырос штанишек штанишки не захотели расти хотели значит были бриджи стали шортики но шортики уже как будто бы не в моде и поэтому человек понял что блин мне надо что-то с этими шортиками сделать и он решил их оставить позади это давалось ему нелегко сразу скажу это был сложный выбор но человек принял решение что так будет лучше в первую очередь для него что самое важное что самое главное потому что возможно для сферы для ситуации его решение не самое лучшее но для человека сама ситуация она она была важна но она верная то есть если вы догадываете здесь ну задумывайте над форусом правильно ли я поступила то ответ здесь да потому что долгое время вот вы как будто бы долгое время тянули резину где-то вы чувствовали что что-то вас не удовлетворяет где-то вы сомневались давали какие-то надежды и вторые шансы что это вот все пробудет что может быть развернется по-другому может быть я получу то есть вы как-то знаете и так крутили и так вертели рассматривали под разным углом в конечном итоге приняли решение что самое лучшее для меня будет двигаться дальше вот таких энергиях вы находитесь сейчас да вот так вот вас описали арканы это была первая позиция нет вот так дело 8 так первая позиция вторая позиция смотрим дам три аркана значит первый второй и третий какие аркан описывают вас сейчас итак какой аркан вас описывать сейчас почему я справа налево иду не знаю но вот как-то неправильно захотелось мне пойти какой-то момент знаете опустошение да возможно у кого-то есть простуды вот но если это не касается в состояние здоровья до физического состояния то здесь скорее всего аркан говорит о том что человек проходит какой-то кризис какой-то какой-то слух какая-то сложность здесь у человека и не обязательно это связано с финансами хотя такое тоже может быть на финансы ресурсы сколько здесь человек получает неудовлетворение от того что он видит что в той ситуации либо с тем с человеком нету верного энергообмена то есть человек отдает больше чем он получает то здесь есть неудовлетворение нету взаимности нету возврата нету признания нету вот именно в равной степени до энергию сколько вы даетесь вы нарушаете баланс проще говоря поэтому аркану то есть вы отдаете больше и и отсюда вот это вот неудовлетворение отдаете больше почему потому что здесь вы еще такое знаете чувство дефицита что я отдаю как будто бы последнее вот я последнее отдаю замен ничего не получаю не признание не отклика не благодарности ничего такого нет плюс ко всему здесь человек по каким-то причинам привязывается к материальному миру к финансам к ресурсам к энергии может быть к людям к ситуации и здесь он проходит урок того что вот привязываться не нужно то есть его лишают того что для него ценно и дорого для того чтобы человек понял баланс между братья давать и научился ценить в первую очередь ценить себя потому что здесь идет обесценивание обесценивание себя своих трудов своих ресурсов ресурсов то есть здесь у человека есть присутствует какая-то такая иллюзорность что с одной стороны вот как будто бы ресурсов не хватает всем из-за них надо как-то стражаться надо бороться вот то есть он живет как-то и в дефиците вот в этом в этом есть иллюзия то есть дефицит может быть в том что что-то экономит либо в том что он допустим не может найти спутника жизни нормального потому что это все все хороших разобрали остались тени хорошие вот какие-то такие предубеждения да то есть здесь иллюзорность присутствует иллюзорность нехватки иллюзорность дефицита плюс ко всему здесь человек как будто бы не видят выхода из ситуации он как-то знаете погружен в какие-то низкие такие вибрации его одолевают негативные мысли здесь эмоции они такие замерзшие холодные неприятные человеку не хватает внимания не хватает тепла и любви но не сказала да холодные вот она верховная жрица и выпала да то есть здесь какая-то такая ситуация описывающая вас да не совсем понятно и то есть есть либо какие-то вопросы к самому себе к миру не знаю либо есть здесь моменты какой-то тайны что-то что-то здесь непонятное непрояснённое здесь идет какое-то молчание если бы допустим касалось личной жизни да я бы сказал что здесь какая-то такая непонятная ситуация между людьми скорее всего больше напоминает как пауза какая-то да но здесь какие-то психологические игры идут между людьми дают себе внимание не дают себе внимание на как некий такой газлайтинг но здесь идет как будто бы урок обучения взаимодействия построения отношений если не касается допустим личной жизни это профессиональное то здесь человек возможно не понимает а где где он накосятил почему у него перекрыли финансовый поток да почему нету денег здесь очень много тайн непонимания человек находится в дисбалансе дату здесь урок как раз таки опять-таки этого баланса тоже присутствует ну и четверка жезлов вот скорее всего знаете опять-таки начиная справа налево читай да но если читать правильно то возможно ситуация разворачивалась следующим образом все было хорошо по четверке жезлов да был праздник был позитив был отдых удовлетворение но видимо до праздников да то здесь ситуация такая до праздников было хорошо были деньги да я накрыла стол всего продуктов хватало да вот потом значит мы хорошо так повеселились на утро проснулись такой этой головной боли ничего не помню ничего не знаю ничего не понимаю не разговаривайте со мной громко не кричите у меня голова болит и когда человек уже пришел себя да по пятерке пендакли то не понимает блины денег нет как мне теперь прожить оставшийся месяц это в шутку я говорю да утрированная по что посмеяться на ситуации на самом деле ситуация она такая достаточно сложная то есть было все хорошо потом какой-то этап тишины и молчания не не понимание что произошло и потом наступил кризис как некое такое знаете осознание не оздоровление как это как человека знаете как протрезвел и понял что что-то идет не тогда что-то что-то меня не удовлетворяет почему как прозрел да то есть здесь вот как прозрел человек увидел что-то что но его не радует и вот этот вот кризис да он как будто бы дан человеку для того чтобы он переосмыслил свои ценности как-то по-другому выстроил систему ценностей не на то он обращает внимание не то ценит не туда смотрит и отсюда вот этот вот кризис то есть после какой-то позитивной полосы человека ввели в такое состояние когда он должен разрушить вот и либо у него забирают достаточно болезненно насильственно то что для него было ценно для того чтобы он пересмотрел действительно ли это было ценно для меня то есть действительно я делаю ставку на то что мне нужно потому что здесь ощущение того что вы выбираете не совсем то вам может казаться что это так но здесь есть розовые очки вот их разрушили и от этого больно вот нужно пересмотреть что здесь по пятерке пятакли так это была вторая позиция и мы переходим к зелененькому камешку троечки смотрим вас какие три аркана описывают вас сейчас второй и безымянная колода так смотрим тут мне хочется посмотреть правильно да то есть как будто бы да что было восьмерка кубков куда-то вы двинулись да приняли какое-то решение что все я хочу двигаться либо чего-то вы ушли либо к чему-то вы идете но я склоняюсь тому что вы к чему-то идете да то есть человек здесь поставил себе какую-то цель поставил себе какую-то цель движения дороги возможно выйти куда он поставил дорогу но если поставил цель то это не очень хорошая цель по восьмерке жезлов цель с одной стороны вроде бы развития движения но вы видите что это знак бесконечности да то есть человек как будто бы уходит по одному и тому же сценарию по одному и тому же сценарий ну-ка завершение все значит здесь все классно круто где вы находитесь сейчас да то есть человек принял решение двинуться дальше то есть выйти из этого бесконечного хождения по восьмерке да по бесконечности выйти из каких-то своих сценарий аркан вселенной как разки про это и говори до поставить точку то есть здесь человек наконец-таки решился что все я хочу пойти в новое я хочу понять для себя где почему эти все повторяющиеся моменты завершить поставить точку закрыть эти все возможные гельштальты и двинуться дальше в новое здесь человек хочет обновления расширение почему просто обновление но еще и расширение то есть такой путь интересный интересный но он позитивный он позитив то есть вы находитесь сейчас на этапе развития на этапе расширения своих каких-то границ своих каких-то понятий восприятий может быть кто-то здесь принял решение переехать да потому что там где он живет его это уже не устраивает уже не дает ему удовольствие то здесь решение может быть как сознание метафорической да так и в прямом смысле то есть куда-то переезд выход за свои пределы преодоление самого себя тоже так вот как метафора может быть преодолеть себя свои какие-то блуждания бессмысленные неосознанные то здесь человек хочет вырасти причем смотрите уходит от младшего аркана приходит к великому аркан большой такой достаточно этап здесь но он не не долгий здесь вот он такой достаточно быстрый почему быстро потому что у человека есть понимание что я хочу когда человек видит цель для себя не то что он не видит препятствия а он их преодолевает потому что он понимает ради чего к чему он идет к чему он стремится здесь какая-то вот целеустремленность идет да то есть человек как будто бы разочаровался в своем вот этом вот прошлом и поэтому у него есть силы на то чтобы преодолеть какие-то преграды чтобы прийти свою наивысшую какую-то точку которую для себя здесь построил да какой-то путь пиковую какую-то точку намного лучше чем то что он имел ранее вот такой был сегодня коротенький расклад а